Друзья, всем привет! Мы находимся с вами на гонке Ластрада Оффроуд, первая в своем роде. Сегодня 30 сентября 2023 года. Меня зовут Нелико Сергей, мой номер 2257. И нам дали старт на гонку, дистанция которой 20 километров. Это один круг для всех категорий, которые здесь участвуют. Я участвую в кластере B, это велосипеды типа Кросс и МТБ. Нас, участников, запустили в два кластера, вперед поставили гравийных велосипедов, мы были заняты. Я встал где-то в середине, вообще можно было вставать где угодно, но первые ряды были заняты гравийной. И я сейчас понимаю, что нужно срочно, с самого начала, максимально уехать вперед. Потому что на трассе очень много гонщиков. И вообще, как сказали организаторы, категория 20 это самая массовая категория. Старт у нас должен был быть намечен в 13.30, но из-за небольших технических накладок мы стартовали где-то примерно через 25 минут. Ну, ничего страшного. Хотя, я, конечно, рассчитывал на точное время старта, но ничего. Потренировался, поездил. И, в принципе, остыть гонки не успел. Вот так вот мы потихоньку обгоняем участников. Толпа растянулась. Да, зритель играет всего лишь двадцаточку. Двадцатка, 20 километров, это один круг дистанции. В данном случае, ну, получается, самая минимальная дистанция. Есть еще участники, которые ехали 40 и 60 километров. Соответственно, 2 и 3. Вот участник очень жестко так здесь обогнал. Я еле успел увернуть руль, чтобы не столкнуться. Да, как бы, участники здесь на трассе как опытные, так и начинающие. Поэтому нужно учитывать свои силы и маневры, чтобы не устроить завал. Хотя, я, насколько знаю, что от гонки на 40 или, по-моему, даже на 60 завал произошел прямо на старте. Подъемы участники устроили затык, потому что не все успели правильно переключить передачу. И на одной из, по-моему, на 40-й гонки, там участники, наоборот, завалились на спуске. Трасса проходит в районе поселка Первомайское по лыжным трассам. Вот здесь участник не предугадал поворот, думал, что проскочу, но у меня не получилось. Вот. И, соответственно, трассы достаточно накатанные и ехать достаточно легко. Обгоняем гравинника. Почему-то девушка там встала, видимо, очень тяжело было. Или это Синдал был, может быть, не знаю. Я еду на двух квадресе. Джамис АМТ. 650 Ом. Хорошая техника. Предыдущая гонка, я проехал гонку Семь озер. Была очень мокрая трасса. И у меня была поломка, сломанный болт, крепление нижней подвески. Но велосипед себя показал достойно. И я смог без проблем проехать предыдущую гонку. А к этой гонке я уже провел очередное оттелло велосипеда. Мне исправили поломанный болт. Подкачали подвеску, которую я на прошлой гонке, оказывается, накачал на целых каких-то 60 PSI. Вместо 150 под мой вес. Или даже 170, по-моему, 150. Вот. Сейчас у меня велосипед отрабатывал очень хорошо, четко. И здесь даже я, вот в этой гонке, наверное, впервые даже начал крутить в подъем стоя. На радость. Некоторые участники пешочком идут. Видимо, не хватает передач. Хотя, вот, вроде, кассеты достаточно. Но опыта не у всех много. Номера, кстати, валяются на трассе. Да, по погоде. Погода дождливая. Вот, показан привет фотографу справа. Надеемся, будут крутые фотки. Погода дождливая. Накануне были дожди. И, собственно, моросил дождик все время, пока мы там были на трассе. Поэтому трасса была скользкая, мокрая. Мы уже наполнились водой. Но для меня лично это не помеха. Я люблю избазюкаться. Но таким участникам, кто едет на гравийных великах, то это, наверное, полнейшее одище. Потому что велик скользит. Вот гравийник обогнал просто как стоячего у меня. Я еще думал, сил у человека полно. И остановился. Видимо, кого-то ждет. Да, так как нас запустили вместе с гравийниками, то я для себя решил, что это нужно использовать в своих целях. И на твердых участках, где у гравийников, несомненно, преимущество, нужно держаться за ними. Грубо говоря, ехать на колесе, экономить силы, чтобы их распределить. Трассу я, конечно же, не изучал и не прикатывал. Я ее и не знал. Меня обнадежили, что никаких синглов не будет. Что будет трасса сухая и отличная. В общем, я верил до конца. Но трасса оказалась не совсем такой, как мне обещали. Но это меня только раззадорило. На каком-то участке, по-моему, на 10 километрах, понял, что я не включил велокомпьютер. Хотя не знаю, как так произошло. Я вроде точно был уверен, что на старте, пока мы стояли, ждали, я нажал кнопочку, чтобы там спутники все нашлись. Но вот как-то пропустил этот момент. Есть такие резкие повороты, в которые нужно успевать правильно включить передачу, чтобы потом накатить. Ну, трасса достаточно приятная и комфортная. С одной стороны, вроде еду, а с другой стороны, когда ты не тренируешься неделю, а я сейчас вообще не тренируюсь, потому что никак не получается, то это комфортно. Вот участников получается обогнать. Здесь немножко меня зажали в коробочку, но участник слева впереди обогнал, и я решил в свободный карман так же залезть. Велосипеды разные, диаметры колес разные. Слева. Для меня, конечно, необычно видеть на трассе, по которой я еду, и одновременно въехать с гравинниками. Меня удивил тот момент, что организаторы запустили гравинный велосипед вперед в МТБ. Хотя, несомненно, у МТБ преимущество. Тем более, еще и подъем был в горку со старта. Так, обгоняем участника. Стараемся ускориться, чтобы участник не смог сесть на колесо позади. Ехать по осеннему лесу одно удовольствие. Не хватает только солнышка, а так просто кайф. А по разметке на трассе, если вы замечаете, у нас слева и справа на деревьях есть желтые отметки. На самом деле, тоже согласен с некоторыми комментариями в чатах, желтая разметка, особенно осенью, она не совсем комфортная, так сказать, для глаза и непривычная. Я ехал не в очках спортивных, поэтому мне, в принципе, все видно было. Здесь я что-то замешкался, пропустил вперед пару человека, а они начали оттормаживаться. И, собственно, сделали затык. Вообще, я как бы не понимал тактики участников. Лететь в поворот и сбить мини-темп. Ну, что сделали, то сделали. Въезжаем, я бы назвал, на первый сингл. Хотя здесь, ну, синглами, наверное, все-таки не парк. Очень широкие тропы, можно спокойно обгонять. На трассах много номеров валяется. Кстати, да, по поводу номеров. Так, здесь участник встал, а я просто решил обогнать. Да, преимущество МТБшных гонок и техники дает очень большие преимущества. Участников обогнал просто по траве. Тем самым сэкономит несколько позиций. Плюс впереди никто не мешает ехать в подъем. А у меня, несомненно, преимущество как на спусках на этих, так и на подъемах, потому что у меня двухподвес. Еду на подвеске в среднем положении. Впереди первое техническое препятствие в виде бревна. Решил его не объезжать. И поехал прямо через него. Некоторые участники объезжали, некоторые участники проезжали, как я. Кто-то просто спешивался и спокойненько перебегал это препятствие. Так вот, по номерам. Так как погода была мокрая, то небольшой косяк организаторов, они не предусмотрели этот момент. И номера бумажные. Они, конечно же, начали промокать и рваться в места, где они были зафиксированы стяжечками. Несомненно, неприятно, конечно. И некоторым участникам это доставило много неудобств. У кого-то номера отваливались. А номера здесь с метками. То есть они отслеживаются. Один номер у нас висит на спине, но на спине висит обычный номер. Для людей, которые следят за прохождением, фиксируют отметки участников. А для системы хронометража этот номер передний, который висит, он имеет чип. И вот эти номера у участников отваливались. Кто-то их даже не подбирал, надеясь, что организаторы все увидят и зафиксируют их номер. Но вот, как показывает многолетняя практика, здесь не угадаешь. В общем, кто-то останавливался, номер забирал, кто-то надеялся на номер на спине. Начался небольшой такой технический участок с корешками, но для меня он не проблема. А вот для синглов, для грейверов, грейверов, грейвер, грабер. Господи, не привык к этому названию. В общем, для этих товарищей это настоящая милка. Ну и судя по моему дыханию, в принципе, я здесь тоже устал. Очень много, понравилось, что очень много прямых дальних спусков, которые далеко достаточно просматриваются. И если силы есть, в них можно вкатывать. Вот моя ошибка на этой гонке, что в первой половине я отпускал гонщиков. Хотя нужно было, нужно было добрать и просто сесть на колесо, чтобы экономить силы. Право. Гоняем участников, кричим. Этот момент, кстати, тоже довольно скользкий. Вот здесь у нас знакомый товарищ справа на Бигфуте. С ним мы еще встретимся впереди. Забавные моменты с участниками, которые неопытные еще. Когда кричишь им слева-справа, то они иногда поворачивают именно в эту сторону. В общем, на гонке нужно было быть сконцентрированным. Впереди участник на грэвеле. Я пытаюсь ехать в его воздушном кармане. Экономим силы какое-то время. Впереди еще через участника едет вот зелено-синяя форма. И этот человек, девушка, по-моему, это был маяк для меня, чтобы его держать. Но я все никак не мог добрать этого участника. Здесь у нас объезд луж. Мысли в голове были сигануть по прямой. Потом я понял, что это достаточно короткий участок. И я бы не выиграл от этого. Плюс песок в системе хрустел бы. Поэтому решил ехать за участником впереди 24-31. Еду пока с его скоростью. Не обгоняю, хотя он предлагает. У него еще какие-то странные звуки. Велосипед издает. Похоже, что то ли что-то трется от колеса. Наверное, крыло. То ли что-то ему попало в систему. Догоняем еще пару ребят. На, по-моему, не понял, какой-то велик. Но, в общем, вот здесь интересная лужа. Все ее объезжают справа. А я решил в последний момент проехать ее. Проехать по прямой. Но вот чуть не задавил участника в зеленом. Также подбадривали ребята, которые там сидели. Говорит, кто проедет по луже, тот получит какие-то бонусы. Вот так догоняем. По-моему, эта девушка очень активно педалирует с каким-то хорошим каденсом, что я что-то не мог поймать такой каденс для себя. И крутил медленнее, но пытался догнать. Да. Здесь такой маневр немножко опасный. Пришлось притормозить, но ничего. Пытаюсь принять аэродинамическую пузу, чтобы немножко сэкономить силу. Но это было бесполезно. А потом начался градиент вверх. Поэтому так не бесполезно. На гонку взял три геля. Первый гель прям с изотоником, по-моему, съел на самом старте. Пока ждал, когда нам дадут отсечку на начало. Сначала. Кстати, опять хорошо, что дождик уплотнил песок. И вот такие моменты проезжать гораздо проще, если бы они были сухие. Второй гель у меня был с кофеином. И его я решил оставить на где-то 10 километров дистанции. То есть проеду десяточку и его. Так, второе техническое препятствие в виде дерева. Также проезжается без проблем. Причем я проехал его максимально слева. А можно было проехать, там лежала маленькая бревнышка специально, чтобы заезжать участникам было проще. Но я что-то в последний момент так не запрешил. Участники с белыми номерами, это, по-моему, круговые. То есть те, кто едет два или даже три круга. У меня номер желтый. Всего один круг. Но вот теряю, теряю, отпускаю участницу впереди. Спуск крутить не хочется, потому что нужно сэкономить силы. А вот из-за того, что велокомпьютер включил где-то посередине, то частично расклад был непонятен. Здесь смело, вот смело закладываю в поворот неизвестность. Понимаю, что здесь накатанная дорога и ничего страшного. Бояться нечего. Здесь сейчас будет очередной затыл. Вот не вписался участник. Не вписался и затормозил участник 2068. Но здесь грязюка. Здесь нужно крутить, не останавливаясь. Вот меня тормозили, пришлось тоже сбросить кем. Здесь участники, видимо, какая-то техническая поломка. Плюс бонус от Сережи Мельникова обдал грязью. Но здесь, извините, по другому было не так. Очередной такой подъем с затыком. Еще и корень на повороте, да, здесь можно было улететь. Проезжаем небольшой мостик, участник оттормаживается. Я решаю, что нужно его обгонять, потому что он меня тормозил. Опять встаем, педалируем стоя. Добираю еще одну группу небольшую из ребят. Участники восстанавливаются после небольшого подъемчика. У меня сил еще есть. Здесь лужа неприятная с бревнами, которые лежат поперек движения. Я решил не рисковать и проехать за участницей, спокойненько. Слева. Спасибо. Спокойненько не рискуя, потому что на таких бревнах, которые лежат вдоль, можно хорошо улететь. Просто на ровном месте. Справа вгоняю. Некоторые моменты из-за того, что я запыхивался, я не всегда вовремя мог кричать участникам. Иногда кричал уже в самый последний момент. Мои участники удалились от таких криков. Но тут как бы нужно и кричать, и дыхание. Когда едешь один, я отъехал, пытался привести чувство дыхания, но как-то оно не получалось. На прямых участках, получается, я принимал максимально сжатые условия посадки, чтобы меньше сдувало ветром, потому что я делал ветровик, точнее дождевик. Он болтается. Без дождевика можно было, в принципе, ехать, но я решил ехать в нем, потому что обещали ливни, дожди. Сильно мокрот не хотелось. Плюс пока ждал, я точно был уверен, что я остыну, и так будет. Понравилась очень организация медицинских служб. То есть на трассе, как я уже заметил, через некоторый момент стояли фельдшеры, или как их называют, с чемоданчиком красненьким. То есть готовы были прийти в любой момент на помощь, если участнику бы стало плохо. И где-то даже вот карета скорой помощи в лесочек стояла. Не все организаторы могут себе такое позволить, но вот здесь это порадовало. Тем более участников много. Трасса скользкая в самый раз. Так, впереди у нас поворот. Ну, ничего сложного нет. Здесь мы едем вдоль озера. К сожалению, не помню. Ходу-ходу. Да, здесь какое-то озеро, собственно, вокруг которого, наверное, мы и катались. Туристы, грибники ездят. Трасса достаточно широкая, то есть машины никак не мешают. Вот. Выезжаю на эту дорогу и понимаю, что здесь нужно кого-то догонять. Нужно кого-то догонять, потому что открытое пространство, ветер и силы тратятся очень сильно. Пытаюсь добрать участников впереди в желтеньком. Едет на гравеле, легонький и как-то не удается его никак добрать. Даже вроде бы вставал, но вот сейчас встал, покрутил, понял, что нет, пожалуй, не буду я сейчас стоя крутить. Лучше приму максимально динамичную, аэродинамичную позу и пытаюсь сохранить силы, потому что не догнал. Ну, такие моменты, когда я сижу записываю, я понимаю, что надо было потерпеть, надо было дожать. Сил бы сэкономил, плюс, скорее всего, добрал бы следующего участника. Здесь я еду, еду с гелем в зубах, мне участник предлагает шоколад, как-то волонтер там с флажком предлагает шоколадку. О, а здесь, в этот момент, я подавился гелем. Да, неприятная такая штука. В одной руке держал гель, в другой руке держался за велосипед, вроде бы тряхнуло, и я машинально сжал кулаки, и все содержимое гелия выплеснул себе в лицо, и еще параллельно его вдохнул. Вот. Но тут подвернулся участник к сильненькому, и я еще что-нибудь потерплю. Сейчас отопьюсь, полость запиваю. Кстати, с собой взял только бочонок с полой, воды не стал брать. Траста и так достаточно свежая, прохладная, гошливая, поэтому изъявлено естественно не хотелось. Вот. Но понимаю, что надышался и пытаюсь откашивать остатки геля, который попал не туда. Он попал в нос, в легкие, и ощущения были неисприятные. Нужно крутить, педалировать, и еще и горку. Вот здесь участник тоже, где массивы кончились, и он решил горку пешком. Сейчас меня догонит BigFood. Как тебе, за двухподвенческий? Отлично. Только гель в них горло, Падла, попал. Да, очень хорошо уедет участник. Он как я по себе понял, он колеса перекачал. Насколько я помню, BigFood, они качают колеса так, чтобы они немножко пронялись на поверхности. А у него они прям были как баллоны, как натурная лодка. И накат у него очень хороший. То есть вот он как поехал, я понял, что так, все, с этим товарищем мы едем. Какое-то время мы точно будем ехать с ним. У него подвески нет. Зато не скользко, По грязюке на таком велике я думаю ехать одно удовольствие. Велосипед у него весит 19 килограмм, мой весит 15, но моя подвеска съедает конечно силы, а у него подвески нет. Но если перекачать, будет хорошо так колбасить. Поехали. Опасен. Такой маневр. другое дело, когда на гонке едешь и можно с кем-то поболтать и при этом держать такой хороший темп. Я вот первым номером я конечно работать могу, но лично по своим ощущениям я терпения что ли не знаю может быть выносливости бороться с ветром долго первым номером у меня нет. Поэтому мне приятнее ехать за кем-то. Даже вот на таком расстоянии как сейчас здесь в принципе особого преимущества нету сидения на хвосте на колесе. Но чем ближе тем лучше конечно но тоже есть свои плюсы минусы но здесь в основном плюсы едем болтаем заодно знакомимся с участниками здесь я что-то подздулся подздулся потерял темп чуть его не отпустил но потом пришел в себя и сказал нет нельзя отпускать ни в коем случае да потерял темп пытаюсь дыхание привести в порядок как-то его задерживаю пытаюсь отчихнуть отчихнуть вычихнуть гель из носа потому что это не дело когда он отпустил ребят но тут начались корешочки а это моя тема уже сингл корешочки и я здесь включаю самую максимальную подвеску самую мягонькую и начинаю ребят догонять тем более здесь в принципе корни ерунда не особо торчат не диагональные слева еще это по-моему уже четвертое дерево которое нужно технически выгонять чей там номер возможно кто-то сделал кульбит на велосипеде здесь в горочку пытаемся с накатом это уже моя территория велосипедом доволен очень хорошо они его очень хорошо подремонтировали здесь участник стоит к сожалению совсем печальный сначала думал просить может чем помочь но понимаешь что я с собой не взял справа по кустам здесь затык хотел через елочку пролететь но но никак потерял темп у участника закусила цепь объехать его не получилось но выдергивайте да жопа закусила сзади цепь у меня такое случалось по-моему два раза нет на прошлой гонке у меня один раз а поза прошлой гонки гонки в пальцах где мы там летали по скальнику там у меня три раза запустила цепь один раз прям намертво что я не знаю я там очень долго провозился с этим делом не мог выдернуть никак еще пальцами залазить отгибать спицы чтобы хоть как-то цепь отпустила ну снова догнал ребят снова говорю я вас здесь обгоняю обгоняем давай нехорошо так скачал бы колеса справа слева спасибо да мне вот кажется что если бы он немного спустил давление в бакушках ему бы подвесок сколько осталось спасибо подвесочка отрабатывала лучше вот здесь я смотрю на часы и понимаю вижу там значение по нулям и понимаю что я не включил белоком справа красиво дальше у нас впереди такой скоростной сейчас пуст будет экономим силы пока есть возможность справа обгоняют здесь очень неприятный такой момент слева обходим слева но вы сами спите дальше я стал орать очень громко чтобы ситуации у нас было меньше и иногда говорить сколько участников еще едет сзади чтобы кого мы обгоняем он был в курсе пытаясь уйти в отрыв чтобы было хоть какое-то преимущество но когда проезжал вот эти вот грязевые мягкие участки я понимал что сзади меня догоняет гигфуд потому что у него накат хороший плюс толстая покрышка и эти ямы мягкие его не тормозят плюс вес 19 килограмм можно разогнать велик и хорошо так накатом ехать впереди какие-то бегуны возможно еще и бегуны против ветра я никак участник решил пройтись пешком подъем а это у нас пункт питания вода вода кстати очень хорошо сделали что на подъеме из напитков кстати было только вода по-моему думал может еще и затоник есть но вода тоже не плохо здесь же еще техническая помощь видно было сейчас по-убедил вот как цепляемся к саму часть сразу же пока есть такая возможность очень хорошо выкручиваем нужно какое-то время держаться за ним но отваливаюсь жалею что гель у меня кончился ушел не туда куда надо тоже в некоторый момент понимаю что лучше вообще не кричать что обгоняю и обгонять без предупреждения потому что некоторые участники неопытные они сразу же пугаются и вправо-влево нужно кричать либо очень заранее чтобы участник сконцентрировался и понял куда я не ехал отпустил впереди участника не могу его готов поменяться не могу его тент что-то поймать ну да надо же поснимать кадры хорошие да говорю что против ветра не хочу не хочу против ветра направо я заснял кричат налево а нам направо это да камера в камере камера на камере да и камерой догоняем давай о садимся наверное участник удивляется что предвыще разговаривать умудряетесь но собственно пересаживаемся на хвост 2541 и какое-то время будем ехать вместе с ним коллега на бигфуде сзади не отпускает тоже едет за нами за мной я периодически оборачиваюсь смотрю насколько он отстал резкий направо здесь что-то как-то мы не вписались в поворот потеряли накат инерцию вот я не включил велокомпьютер до первой полкруга но потом я его после себя включил но на самом деле у меня на руке был еще часы амазфит и их-то я включил нормально да здесь меня посмешил ответ сколько осталось не знаю меньше 20 но это да здесь конечно не поспоришь и на часах в принципе у меня время точнее время ну и дистанцию показывал темп такой задал себе что не всегда мог оторвать руку либо кого-то обгоняешь либо уворачиваешься либо бревна либо скользкие повороты то есть руль отпускать совсем не хотелось а часы часы спрятаны были под накидкой дождевиком кстати в этой гонке хоть я был и в дождевике но мне нисколько не было жарко то есть я в левоформе дождевик плюс я перед гонкой где-то за полчаса намазался согревающей мазью и при этом мне не было жарко то есть я не не пылал так сказать ничего не горел в самый раз до сих пор Да, в этом году я вот завершаю сезон гонок в полумарафонах и в мелких дистанциях, чтобы, грубо говоря, сделать для себя задел такой, и планирую уже всю зиму тренироваться заниматься в спортивном зале, может быть даже участвовать в каких-нибудь зимних гонках, но не знаю, в зимних гонках в Мурманске я участвовал, мне это не особо понравилось, потому что когда там дышишь холодным воздухом, плитку с кровью во рту, ноги, которые коченеют, пальцы, которые не чувствуешь. Поэтому, думаю, всю зиму я буду тренировать выносливость, мощность, набирать мощность, и уже в новом сезоне 24-25 я, наверное, уже буду заявляться, ну, точно буду заявляться с полумарафона, и 40, наверное, на дистанции 40 и 60 км. Сейчас я преимущественно заявляюсь в категории только, ну, до 30, наверное, иногда 40 км. Не люблю, не люблю круговые гонки, не нравятся они мне. Люблю полностью один круг, трассу, когда едешь все время по-новому или в лифу. Добрали еще одну группу ребят, нужно их обходить, едем медленно. Слева! Слева прямо через кусты поехал. Хоть и через кусты, но нормально. Решил рискнуть прямо через кусты, потому что они очень медленно ехали, принимают я. Слева! Спасибо. Отвалился от участника, который, за которым ехал. Он ехал вперед, где-то на 30 метров. Переключаю передачу, пытаюсь его догнать, но вот здесь бы сейчас, мне кажется, гель с кофеином или какая-нибудь гуарана хорошо бы отработала, но гелью открывать некогда. Справа! Спасибо. Здесь вот тоже участник вправо сдвинулся, где я хотела гонять, и мой темп сбил немножко. Первую, по-моему, загонку решил протереть камеру. Как-то до этого даже не задумался о том, что могло быть грязное. И только вот на последних пяти, наверное, километрах решил протереть. Поэтому ставим лайки, чтобы я понимал, что не зря снимаю. Еще лучше оставлять какие-то комментарии, что тоже свои впечатления с того, как проехали дистанцию. Что понравилось в трассе, что не понравилось. У организаторов «Вастрада», я помню, это первая в своем роде гонка оффроуд, то есть МТБшная трасса. Ну, достаточно простая, без особых технических моментов. Здесь, ну, лайтовая трасса. И это, получается, закрытие гонок «Вастрада» в этом сезоне. Слева обхожу, слева, слева, слева. Я все слышал-слышал про эти гонки «Вастрада», часто видел, как ССД перекрывают для гонщиков, ну, в основном шоссейные гонки. Вот, и, наконец-то, сам поучаствовал. Ничуть не жалею, мне понравилось. Пытаюсь сообразить, сколько осталось. Как-то уже крутить, не знаю. Тоже участник едет. Спасибо. Уставший. Наверное, ноги забились просто, не стал крутить. Кто-то едет с фонариками, чтобы, наверное, в них не воткнулись. Вот здесь участница, наверное, судороги схватила. Справа. Здесь у нас шашечки. Справа-слева. Слева. Участница сидела в кустах, но, как я понял, наверное, были судороги, поэтому сидела. Вроде бы не падение. Ну, надеюсь, все нормально. Вот, кстати, как раз, по-моему, медики прошли в ту сторону. Видимо, им сказали, что есть участница. Так, здесь у нас поворот. Слева. Слева. А вот меня. Снова догнал видфуд. Дружище, я тебя догнал. А, блин. Да. А что, блин? А у тебя хорошо едет по мягонькому. Слушай, у меня отзывался не спущенный особо. Тихо. Начали еще и по-тверденькому хорошо. Трясет меня антикруди на виброцензии. Это да. Я просто бахаю. Болтая, болтая, а мысленно думаю. Чувак, давай, выходи вперед. Я хочу сзади ехать. Я хочу сзади ехать. Я великмашек просто перебирал настоящий. Сколько весит? Со всем, что на нем, 19 килограмм. Слева берегись. Спасибо. Давай, входи. Спасибо. Слева. Двое. Спасибо. Он 19 килограмм, я его еще на 2-3 килограмм поднимал. Транслина. Тяжелый. Тяжелый. Мой 15. Надо. Нет, подвес 12 килограмм. А еще подвеска кушает силы, зараза. Да. Вигель с кофеином вылил в лицо. Ты меняешь, что ты меняешь, что у Азона? Меня, да. Ты только нахуй сидел, что ты. А-а-а. Ты меня не делаешь, что ты взорвался. Не, ну это реально... Вот это плохо. Это реально забавно выглядит. Прошу прощения, это, конечно же, кола, себе дают знать. А напитки с газами, как говорится, не рекомендуют использовать в гонке. Откровенно тебе отползли. О! Чего? Ничего. Нормально? Встал. Ничего. Немножко осталось. А сколько осталось? 15 половиной проехать. О! Давай, давай, чуть осталось. Спасибо. О! Так. Так. Дружище. Так. Привет, да? А? Ты же понимаешь, да? Ну ты же меня подождешь. Я тебя подожду. Я пропущу, если что. Я просто хочу быть сыгром. Давай. Это праздник полностью. Лево, берегись. Спасибо. Собственно, что нас развеселило, так это то, что волонтер, который стоял на повороте, сказал, что мы... Мы едем в десятке. Ни хрена. Или чуть ли... Хотя я не знаю. Или вы третье. Я что-то не рассчитываю. И тут мы такие, так, так, напряглись немножко. Да, да. В конце подъем, сказали, будет. Надо на него силы кануть. Вы не играйте. Не поползли. Не поползли. Не поползли. Да, конечно. Куда их вперед пасуют? Нет. Да. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok А тут я оборачиваюсь, понимаю, что нас догоняют конкуренты Там у нас был велосипед с мигающим передним фонарем белым И я краем глаза следил за этим маячком, который мигает, как далеко он от нас А они нас постепенно, постепенно догоняли Но нас догоняют Говорю, что нас догоняют, нужно ускориться, чтобы меньше времени конкуренты могли сидеть сзади И экономить силы перед финальным рывком Ну, кстати, впереди будет очень забавный момент И я бы сказал, даже неожиданный О том, что подъем в горку будет, я знал А вот о том, какой будет заезд в этот подъем, вот это была неожиданность, конечно Сзади кричат слева Мы понимаем, что нас догоняют Каждые, наверное, пару секунд я все время оборачиваюсь назад Чтобы контролировать, где сзади едут участники На часы смотреть некогда Спрашивать вслух, сколько осталось Не стал, чтобы не подзадорить участников сзади, которые едут Говорят, такая тактическая тишина Крутим-крутим горочку, небольшие подъемы, терпим Некоторые участники, кстати, едут с фирменным рюкзачком Позируем фотографу Так и хочется сказать, фотограф, сделай вспышкой, чтобы конкуренты не догоняли Но вот так нельзя Кстати, это мы все едем в подъем По-моему, в подъем Завидую, конечно, участникам, у кого гармины Это крутая техника, в которых они могут и на экран выводить всякие графики Показания датчиков, там, скорость, каденс, сердце Ну, а я пока довольствую тем, что у меня есть GoPro У меня есть Так, вот здесь вот 200 метров 200 метров до финиша я вижу краем глаза, что сзади хочет обгонять И ускоряюсь Впереди участник с зеркалом И резкий, резкий поворот налево И траншея, в которой все уткнулись Я ее еще пролетел А вот участники сзади, они там, и в том числе Bigfoot, они говорят, что улетел через руль То есть настолько там был неожиданный подъем Здесь последние секунды нужно терпеть Кручу стоя Впереди вот участник пешком зашел в подъем И я его не догнал Корю себя за это Корю Надо было еще сильнее Стоя, стоя, вкрутил в последний подъем И вот впереди участник Проезжает, по-моему, из моей категории Отличная гонка Отличная трасса Финишировал четвертый в абсолюте И первый в своей категории Отличная гонка Спасибо всем за просмотр Ставьте лайки Оставляйте комментарии Буду рад почитать ваши отзывы об этой гонке Всем спасибо Всем пока Вот туда только, пожалуйста На обочине